привет мир с вами следователь кгб ссср товарищ атомный мы исследуем руины вот выросший какой-то древней цивилизации какой-то там советский союз да ну что продолжаем работать с цифрами рассмотрим что это у нас семерка семерка плюс 7 7 плюс 18 это восьмерка до 7 вот эта тройка по-любому 7 плюс 3 это будет 10 значит вот эта тройка допустим 7 плюс 3 10 это тройка тройка плюс вот это число будет меньше 9 то есть это у нас будет и не 7 точно и не 8 значит это шестерка 3 3 плюс 6 будет 9 может быть восьмерка но если это у нас семерка то тогда это восьмерка а тут не может получиться 8 здесь другой символ а так как вот это у нас 7 плюс 3 это у нас точно получается тройка потому что здесь десятка ох как жестко семерка значит и тройка а стройкой может быть только что ну пятерка плюс 3 это будет 8 а здесь не совпадет то есть это четверка плюс 3 будет 7 правильно семерка семерка плюс восьмерка это будет 15 5 3 здесь 4 5 ну знаете а так получит единица плюс четверка получается пятерка единица плюс семерка получается восьмерка семерка получается десятка тройка плюс четверка получается семерка нет не получается тогда здесь вот это 7 плюс 8 будет сколько 7 плюс 8 15 все получается значит пробуем еще вот этот полукружочек с четвертью вверх разомкнута сисечка это у нас получается что это получается 4 4 2 точки в бок это 3 вот так вот так вот выходит вверх это у нас сколько си две точки вниз это будет семерочка да что еще семерочка на значит две точки в право две точки вправо где она есть это у нас получается пятерка пятерка вот так вот вот так вот по этой схеме пока получается значит вот вот это подкова на которой сейчас находится курсор это выходит у нас восемь плюс один семь плюс один это восьмерка это восьмерка а вот это у нас вниз это девятка вот нет ну вот тогда в другую на 5 4 1 перепроверим значит на той табличке единичка плюс 45 здесь единичка плюс знак вниз это у нас не установлено что даже тут все проверили да это тройка у нас тройка есть это у нас девятка да это у нас подожди это 3 плюс 4 было да то есть 3 плюс 4 это семерка это семерка а у нас семерка вот это установлено неправильно получается снова неправильно давайте теперь попробуем это будет восьмерка что остается последний я кстати понял что девятка не может быть то есть вот вот эти четыре числа которые я записал которые в премьер вот вот эти и с другой стороны на вот этом же месте располагаются они не могут быть девяткой потому что если бы вот это было бы девяткой например то здесь бы уже было бы 10 поэтому это подсказала значит последнее осталось только восьмерка давайте вот подставим сюда восьмерку смотрим 8 8 плюс 1 это у нас девятка получается правильно девятка значит вот это двойка получается 8 плюс 2 будет 10 2 плюс вот это число это у нас получится уже не может быть восьмерки потому что вот это не может быть девятки потому что вот это значит десятки тоже не может быть значит это максимум 7 7 минус 2 этом 55 плюс 16 значит 6 плюс 10 16 здесь смотрим вот это 8 у нас 8 плюс 1 9 9 здесь здесь у нас 28 плюс 210 если это 2 а вот это 5 то 5 плюс 2 будет 7 7 плюс 9 16 на этой табличке сошлось наконец-то таки сошлось да смотрим здесь то есть надо было сразу с большого числа начинать а я ну шашку так вот пошла смотрим здесь вот эта единичка у нас так вот это у нас установили пятерка вот эта шестерка 1 плюс 5 6 по 16 получается 16 плюс вот это 10 вот это вот это у нас вернет это 10 это 16 значит вот это число и вот это она уже не может быть восьмеркой вот это и вот это не может быть семеркой значит вот эта четверка подождите подкова вниз семерка а ну на той стенке у нас а вот подкова вниз это семерка мы знаем да проверяем значит подкова вниз вот это у нас семерка его единица плюс вот это число непонятное это у нас получается семерка это у нас получается семерка правильно или неправильно еще рассмотрим так вот это у нас пятерка точно точно мы знаем что это пятерка вот это у нас шестерка тут шестнадцать с этой стороны все получилось вот это у нас восьмерка девятка это семерка стоп семерка семерка у нас подкова вверху и . а это число у нас подкова внизу и . значит вот это это у нас какое-то другое число так один плюс пять будет шесть правильно теперь 6 плюс вот это число будет вот это но это но вот это число не может быть десяткой потому что было бы вот такое число и не может быть 11 потому что было бы два вот таких значит это как минимум 12 но мы установили что вот эта двойка вот это у двенадцать число 12 плюс 5 это должно быть шестерка нет это семерка должно быть и да это семерка вот такая подкова вверх и . внизу поскольку вот здесь вот тоже вот семерка была это мы установили это семерка это семерка это пятерка семь плюс двенадцать получается вот это у нас двенадцать совпадает ли вот это две точки с вот таким поворотом как двойка а ну на той стороне мы видели такую вот два вот это восемь плюс два было и получалось десятка пять плюс два получалось семерка да все правильно пока сходятся вот это двенадцать у нас получается значит двенадцать плюс вот это это 16 у нас на 16 минус 12 это четверка да у нас как раз не было написано четверочки это четверочка а один четыре минус один это тройка все совпадает все у нас на все числа получаются значки так ну теперь надо проверять только погнали проверять что из этого получится вот значит где эти деграданцы вперед да многое потратил сколько почти около часа времени расшифровкой это силу больше чем получас так давай открываем смотрю число а значит подковка и . другую сторону это девятка у нас будет значит здесь у нас 9 получается смотрим но видите я только методом подпора и исключения смог подобрать это я начинал самого маленького и дошел в итоге все прошел прежде чем так сисечка сисечка это пятерочка у нас пятерочка 1 2 3 4 5 есть вниз вот это единичка и вот это у нас нолик нет это не нолик это у нас семерка по мне это 9 9 до 2 девятки получается жалко нельзя сразу несколько фишечек сделать и игра кстати сделано на каком-то странном языке программирования вообще хреновый был раздел есть все правильно расшифровая прекрасно открылась дверь заходим о бинарное дерево у нас бинарное дерево здесь о подобрать рулон какой-то туалетной бумаги больше ничего нельзя подобрать посмотрели значит это бинарное дерево она работает по принципу да нет то есть у нас ответ может быть и нолик и единичка да нет если у нас допустим ответ да первый раз то мы идем по этой ветке да если нет то идем по этой ветке крайне тяжелая тема для объяснение особенно новичкам в программировании вы знаете я скажу так что информатику он подходит для тех кто уже знает основы программирования и просто хочет это уже как бы программисты любители и просто хотят немного попрактиковаться может что-то дополнительное узнать для новичков в программировании никоим образом не советую крайне тяжелая игрушка будет вот крайне тяжелая вот но и идет бинарное разделение охота поиск знаете как это работает вот допустим нам нужно найти число 36 и у нас 100 чисел у нас компьютер делит все числа на пополам и получается среди на 50 он спрашивает нас 36 больше 50 нет значит идем в эту ветку здесь вот где-то дальше спрашивает 36 больше 25 то есть каждый раз делить число на половину и пытается найти где это где ячейка с числом 36 находится 36 больше 25 до значит идем сюда тут у нас получается ну сколько ну двенадцать допустим 25 значит это получается от 25 до 50 да ну допустим там будет 40 36 больше 40 мы отвечаем нет идем сюда значит здесь допустим уже от 40 то есть от 25 до 40 да ну и спрашиваю 36 больше 30 до зашли сюда значит от 30 до 40 и дальше вот так идем и приходим к числу 36 находим где она находится здесь вот так вот это делается а потом нам компьютер выдает в какой ячейке вот из вот этих всех находится число 36 вот так вот это бинарные деревья они используются для поиска информации более быстро наверное сейчас я все равно объяснил это тяжело особенно для новичков вот как этим пользоваться то есть потом вернемся к нему но я понял то бинарное дерево с чем-то зашифрованным хорошо что здесь здесь просто подожди здесь что-то можно сделать подобрать я что-то еще подобрал давайте посмотрим инвертарте при что у меня есть документы джонса и рулон бумаги а больше здесь ничего нельзя сделать с этой штукой ничего нельзя сделать нет нельзя оба какой-то туннель спускаемся вниз где-то мы куда это я попал дигитанты куда вы меня завели лабиринт так о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-ак все запущено ну нажмем кнопку нет ничего не происходит у нас есть вот буква е какая-то е-е-е еще раз еще одно и давайте пойдем отсюда е-е-е набрал хорошо значит здесь какие-то какая-то не поймите какая комната если спуститься ниже лампочку можно взять нет оба я надеюсь мы не зашли так что теперь не вернемся о ё-моё кажется мы попали твою мать а как выйти отсюда полин зачем я не готов к этой комнате я не знаю что здесь сделать это у меня глаза разбегаются не ну кто это делает так о все можно выйти из этой комнаты а то я думал там закрылись двери и все и с концами можно вот так на по карте выйти из комнаты а это было жесть я думал здесь реально сделали такое что не готов комнате зашел и до свидания можно что-то забрать нету еще забрать нельзя ладно идем к дядюшке моро дядюшка дать ему что-то оставь себе это может еще пригодится спасибо он на документы джонс а на его рабочем месте там такой разгром что на ум приходит только одно кто-то меня опередил как ты думаешь все вещи джонса книги записи все перевернуто вверх дном полный бардак думаешь этот некто искал что-то определенное похоже на то да что же здесь происходит сначала исчезнувшие артефакты потом эта трагедия с джонсом теперь ты мне рассказываешь что кто-то копался в его вещах оттиски я тоже не могу найти как оттиски которые джонс делал в сеноте пропали так точно бесследно исчезли может это их джонс стащил не знаю ты принес хоть какие-то его бумаги это его вещи все что я нашел надеюсь что тебе это пригодится на оттисков нет и дневника тоже зато у нас есть почерк джонса да и давай попробуем сравнить его с почерком на той записке у у него своеобразный почерк но он тоже не писал этой записки итак наша версия лопнула тут что-то очень серьезно согласен согласен давай еще раз проанализируем что у нас есть и так обвал был устроен умышленно должен ли был при этом пострадать джонс или нет пока неизвестно а еще это странная история с запиской что правда то правда вернемся к записке ты обратил внимание что там упомянут хрустальный шар да из этого мы можем предположить что между исчезновением предметов и обвалом есть некая связь при этом непонятно какая именно вот именно вернемся к джонсу его заманили в сенот где он пропал оттиски исчезли а его рабочий кабинет перевернут вверх дном заметь все эти события как то связаны с джонсом капитан очевидность это я мне кажется нам надо сменить тактику что это означает я сообщу коллективу что обвал произошел не случайно каждому из нас понятно что официальное расследование положит конец нашему проекту поэтому ты хочешь провести неофициальное расследование я не могу тебя об этом попросить но уговорил я могу на тебя рассчитывать конечно хорошо пару следующих дней меня здесь не будет наши спонсоры потребовали от меня каких-то отчетов и мне придется лететь в берлин не понял я что остаюсь совсем один к сожалению да но если что обращайся к лизе номер моего мобильного телефона записан прямо на моем письменном столе когда ты что-нибудь узнаешь сразу же звони мне не волнуйся мой мальчик ты справишься ясно сейчас я отмечу на твоей карте все места где ведутся раскопки в каждой точке будет кто-то из нашей команды поговори со всеми попробуй выяснить как они относились к джонсу что они о нем знали или может быть что они видели итак тут записан алфавит байтанцев джонс его расшифровал и он понадобится тебе отлично сегодня вечером я еще раз просмотрю свои записи и с утра начну только прошу ради всего святого будь осторожен жак но ты ж меня знаешь самоосторожность попал под развал капитан очевидность оба выспались доброе утро всем что у нас следующий день дядюшка уехал посмотрим что у нас здесь есть а ничего толком итак куда теперь двигаться я бы пока еще не беспокоил бы жака тут не хватает кое-какой информации и вообще с такой ерундовой проблемкой я и сам смогу справиться Дякую давайте посмотрим алфавит оооооооооо у нас есть уже буквы ABCDFG, HIJKE, LMMNOP, URS, TV, WX, YNZ Ооооооооо песенка какая мы можем прочитать кстати те записки которые те названия которые есть на стенке написаны да сопоставить хорошо отлично алфавит добавился с этим не знаю что делать как персоны записи должен куда исчезли артефакты супер очень хорошо запись я должен выяснить чем последнее время работал джонс что произошло до этого до чего до этого ладно отправляемся уже в места я сейчас хочу в храм не то карта я хочу попробовать с помощью вот этих знаний прочитать что в храме хаоситов написано так называемых почему кстати храм хаоситов для меня до сих пор не понятно загадка такая пошли сюда он очередная немецком наверно написано то есть мы узнаем на немецком что здесь написано потом расшифруем и так у нас получается вот это а теперь омега инвертарь смотрим омегу найдем где 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 нет это не то вот ар и клингонские корабли ари здесь 2 и нет ни подожди не такая а немножко друг вот 3 это дерево ага логическое наверное дерево вот binary 33 потому что вот это т р и 2 и 3 хорошо а теперь вот это у нас получается р р а подсвечник р с как психология р с р с р с р с р с перезагрузить р с и правильно р с р с значит это 3 это р с вот это что у нас не такая большая сверху и снизу две ножички там три ножички ну похоже на вот эту но по-моему не такая вот такая л это л теперь машинка лу и клингонский с клешнями впереди я думаю это будет луп это цикл а значит вот у нас цикл дерево reset и вот это что у нас записано посмотрим д до пока dog паучок какой-то где паучок один только паучок есть до ку ммм документа я так понял да м потом клингонским это е скорее всего теперь надо найти да вот взрывающийся такой кирпич с антенка это и у нас т остается документ да документ хорошо тут уже понятно что значит документ reset 3 и loop цикл внизу посмотреть ток значит это к документ так вот это что у нас эта машинка была где-то эта машинка уже был ага луп значит это к кол каун каун каунтер каунтер счетчик это счетчик у нас каунтер прочитал все понял значит это т е у нас получается а т и последняя цифра давай посмотрим еще раз еще раз так закрываем это точно а т вот такая типа вниз квадратик вниз квадратик gate ворота gate каунтер документ reset 3 луп ну знали некоторые слова так у нас здесь поет наша лиза о привет тебе очень повезло что ты не погиб под обвалом нам все рассказал твой дядя только не волнуйся ты же не виноват в случившемся самое главное что ты жив и здоров боже мой я только теперь понимаю что произошло ведь это могло случиться и со мной я же тоже была там внизу о господи если бы я пришла туда на полчаса раньше и преступник заметил бы меня да могло быть и по другому ты ведь могла увидеть преступника за работой и сейчас я лежала бы под обрушившимся потолком ой эх есть какие-нибудь новости джонса уже нашли насколько я знаю нет думаю во время отсутствия жака ты первый об этом узнаешь ну что конец девятой записи видео дневника следователя как бы ссср товарища атомного на просторах интер сети я ожидаю от вас товарищи следователи комментариев и ваших предположений по поводу что здесь произошло что делать дальше и насколько все удобно объяснено до следующего эпизода товарищи только революция только